Дыры все на чердак, всё, кирпичи падают. Ребёнок родился, нам пришлось подстелить туда прям, ну, завели картонку плотную, и чтоб теперь туда падает, вовнутрь. Вот, а то песок, кирпичи сюда ехали. Дом номер 50 по улице Пионерской практически первый в списке на снос. Он признан аварийным 6 лет назад, но в программу по переселению не попал. Эта самая программа действовала для домов, которые признали ветхими до 1 января 2012-го, и жильцы двухэтажки чуть-чуть не успели. Теперь живут в ожидании того, что дом рухнет. Раньше была печка вот эта вот, они раньше же отапливались эти клопятники, а потом уже газ поставили, они так и остались у нас с вытяжкой печки. Ну вот теперь, когда же под старостью всё, там уже внизу ничего не держат, и поехали эти печки. Поехали всю стену за собой, всю кухню с туалетом тащат. Вот, и если они, у нас начала она выпадывать, кирпичи падают в кухню. Вот. Ну, если вот она свалится у нас, и как раз на газовую плиту, хотя, либо к ней мы провалимся вперёд, не знаю, что будет. У соседки снизу, к которой могут провалиться жильцы второго этажа, едет не только печка, но и унитаз, а также стена между ванной и кухней. Ну вот вы сами видите, всё сыпется. Вот тут стало рушиться. Вот видите, дырочка маленькая была, она вот сейчас расползается. Дом-то её ведёт вот сюда всё. Вместе с квартирами едет и подъезд. Полы не выдерживают испытания временем, и их просто разрывает. Вот, видите? А у нас уже плотник сказал, что он не будет делать полы, потому что не за что хвататься там чего-то. Вот там всё, он проваливается туда. Вот опять вот здесь провалился, у Володи новый положил. В этом доме едет всё, и даже окна в квартирах. Оно у нас вывалилось на улицу. Мы его, оп, открыли, это было к зиме. И оно хлоп, у нас вот та верхняя часть, вся вывалилась на улицу. Пришлось деревянное ставить даже в аварийном доме, а что было делать. Эти клопятники – яркое подтверждение тому, что нет ничего более постоянного, чем временное. Двухэтажки были построены, как времянки из недолговечных материалов, но жильцы задержались в них почти на полвека. За это время дома один раз побелили и один раз сменили шифер. А сейчас он уже весь дырявый, всё течёт, дождь идёт, всё везде, ручьём течёт, полы везде проваливаются. Этот дом по улице Пионерская – один из 60 страдальцев, которые признаны аварийными. И ещё 28 так называемых клопятников могут быть признаны таковыми, поскольку уже имеют заключение специализированной организации. И, возможно, для тех, чьи дома стоят первыми в списке, уже в следующем году появится надежда на получение нового жилья. Но это, как принято говорить, не точно. Есть и говорить о том, что существенных изменений в выполнении планов на будущие годы. Разговор ведётся о том, что в 2019 году всё-таки заработает программа. Какие требования будут выполняться и какие условия будут на участие, пока у нас этого нет. Программа сначала Москва, потом область, потом и город. Потому что любая федеральная программа уже потом на основании федеральной делается областная с субъектом, а с субъектом уже будет перенаправлено по городам. При этом дома, которые признаны аварийными, согласно постановлению администрации, необходимо сносить в течение трёх лет. И дом 50 по улице Пионерской должен быть ликвидирован уже в этом году. После признания домов аварийными, мы должны эти дома как бы переселить и строить там новые дома. В связи с тем, что финансирование отсутствует, за счёт бюджета строительства домов в переселении, это невозможно. Но, тем не менее, закон говорит о том, что мы должны перенести. И условно, мы совершенно даём где-то порядка трёх лет. Однозначно, мы их переселять не будем. Для того, чтобы переселить, необходимо сначала построить. И поэтому на тех условиях, в которых они живут, к большому сожалению, остаётся. Потому что те дома, которые не попали в программу 13-17 годов, чуть-чуть, до 1 января 2012 года, они практически первыми. И, конечно, обидно. То есть, уже признав эти дома первыми, и программа не работает, они остаются только ждать. На переселение 19 домов, которые попали в программу, было выделено 57 миллионов рублей. Немалая сумма. А теперь переселить необходимо в три раза больше. Застройщик начнёт строить дома для переселенцев, если будет уверен, что средства в рамках программы выделят. Но поскольку уверенности нет, то и возводить новое жильё для переселенцев пока никто не торопится. Продолжение следует...